МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Наше здоровье». Я Виктория Комиссарова. Завтра день защиты детей, но мы начнем праздновать уже сегодня. В больницах лежат дети, которым особенно нужно поднять настроение для их скорейшего выздоровления. Мы поздравим маленьких пациентов, устроим им небольшой сюрприз и, конечно, поговорим с врачами о современном лечении детей. Вот и пришло лето. На улице красота. Наконец-то тепло, зелено и солнечно. Все погоде радуются. А этим ребятишкам гулять нельзя. Они лежат в больнице. Это одно из самых крупных медучреждений региона – 20-я больница. Здесь целый городок из множества отделений. Сегодня мы посетим несколько детских. Конечно, не с пустыми руками. Спасибо большое! Будьте здоровы! Подарок принесли! Ребятеночку, будь здоров! Держи! Свой праздничный обход мы начали с педиатрии, ведь это отправная точка. Первый диагноз, первая схема лечения, а значит, первый прогноз на выздоровление. И не только. Мы боролись и участвовали много докторов, хирурги, реаниматологи. В педиатрическом отделении 20-й больницы детей и обследуют, и лечат. Здесь же есть стационар. Ярослав провел в больнице несколько месяцев. Сейчас он уже выписан, пришел на профилактический прием к педиатру. А начиналось все очень страшно. Поступил он в отделение детской хирургии в крайне тяжелом состоянии, с динамической кишечной непроходимостью. У ребенка был большой дефицит массы тела. У мальчика врожденная патология – атрезия тонкого кишечника. Простите за подробности, но это чтобы было понятно. Стул у ребенка был до 25 раз в сутки. Со стулом теряются, то есть не всасываются все питательные вещества, плюс идет потеря воды, солей. Поэтому он в таком состоянии был. В острый период заболевания. Болезнь привела к тому, что в 6 лет Ярик весил чуть больше 7 килограммов. Ребенка пришлось прооперировать, удалить часть кишечника. Затем было долгое выхаживание. И вот... Стул нормализовался, аппетит хороший, прибавляет в весе. Совсем другое качество жизни. Он играет, он контактирует. В детском нейрохирургическом отделении 20-й больницы работают отважные люди. Чаще всего эти врачи имеют дело с ребятишками, от которых в силу тяжелейших заболеваний отказываются даже родители. А что это, Юрий Николаевич? Это вроде бы на порог спинномозглая грыжа. Рождаются дети такие, это после операции. То есть тяжелые дети так. Нейрохирурги не просто лечат детей, они заново творят их судьбу. Ну, ребенок тоже был отказной. Ребенок родился, сказали, потом мы прооперировали. И родители потом забрали. Сейчас приличная семья вполне живут. И они когда-то приехали, подояли иконки. То есть недавно были на днях, буквально очень. Юрий Михайлович заведующий отделением и нейрохирург с 30-летним стажем. У него огромный опыт, часть которого хранится здесь, в компьютере. К примеру, в папке 14-й этаж. Как думаете, почему такое название? Это ребенок выпал с 14 этажа. Находился дома одет. Каким чудом эта девочка выжила, одному богу известно. В 20-ке ее многократно оперировали, выхаживали, делали все, что могли. Но на многое все же не рассчитывали. Однако... 5-го мая, Пасха. 5-го мая, Пасха. У меня день рождения, кстати, было. И я захожу в отделение, а мне сестры говорят, зайдите в 4-ю палату. Я захожу, она кричит, здравствуйте, Юрий Михайлович, с днем рождения вас. Вот, ну, казалось бы, ничего. Ну, ребенок вот не разговаривал, будет он разговаривать, не будет, мы не знаем, допустим. Ну, просто запало, что это была Пасха. Вот просто, ну, думайте, размышляйте. Ну, нам запомнился этот случай. Потом мы эту девочку видели, она потом даже вернулась в семье. Вот, она бегает, разговаривает, и все нормально. Чудо! Врачи не боятся употреблять это слово. Мы не можем ничего в медицине гарантировать, мы это вот только говорить о вероятностях, можем говорить о вероятностях. Ну, исходя из своего, будем так говорить, я про себя только говорю, жизненного опыта, вот, иногда происходили чудеса, чудеса, будем так, в прямом смысле слова, за счет, будем говорить, наверное, матерей. Их веры, веры в спасение ребенка. Материнская сила духа порой просто поражает. София уже большая девочка, почти девушка, но рядом с мамой ей, конечно, намного лучше. Надо иметь всегда такой настрой хороший, и ребятишки очень чувствуют. Вот мой ребенок, он прям вот связан со мной, вот прямо вот неразрывно, то есть, если я чуть только занервничала, значит, все, настроение меняется тут же, тут же начинается какое-то беспокойство. Ну, если я в хорошем настроении, ребенок тоже улыбается. Как вам удается оставаться в хорошем настроении? Ну, стараюсь. Гидроцефалия, или водянка головного мозга, тяжелое заболевание. Сделать его легче помогает современная медицина и любовь родных. Стараемся не болеть, стараемся как-то бодрее. Со всего Красноярского края, из Хакасии и Тывы, дети поступают и в травматолога-ортопедическое отделение 20-й больницы. Это Рома из Большой Мурты. Недавно он упал в яму для ремонта автомобилей и сломал руку. В районной больнице мальчишки оказали первую помощь. Травматолога-ортопедическое отделение этой больницы единственное в Красноярском крае, где оказывают помощь детям как с острыми травмами, так и с заболеваниями. В среднем за год здесь оперируют около полутора тысяч маленьких пациентов. Конечно, и в этом отделении многие дети получают помощь, которая влияет на судьбу. У ребенка нижняя конечность попала в картофелевую копалку. Там вопрос решался об ампутации голени, слизистой травмы. Усилиями наших хирургов, усилиями нашими отделениями. Ребенок сейчас ходит самостоятельно, опираясь на свою нижнюю конечность. Что касается Ромы, ему будут делать очень современную операцию с применением эластичного титанового стержня. Это большой шаг вперед в лечении закрытых эпазусов. Не надо делать разрез, ну, по крайней мере, будем стремиться не делать разрезы, без разреза сопоставить и зафиксировать, чтобы ребенок мог потом самостоятельно двигаться. В этой большой палате лежит шесть ребятишек. Каждому не позавидуешь. Однако грустными мы этих детей не видели. Возможно, из-за поздравлений и подарков. Всем здесь сегодня было очень радостно. Здесь защиты детей. А у нас будет через несколько дней. И по этому поводу мы вас поздравьем. Спасибо. Спасибо. Сейчас тебе тоже. Вот это так. И еще слаймы. То, чего хочешь. И чего хочешь. В атмосфере праздника дети расслабились и начали знакомиться друг с другом. Мамы тоже приободрились. Настроение поднялось у всех. Это наша помощь врачам для наилучшего результата в лечении. Тем временем, пока мы работали в палатах, на улице началась подготовка к сюрпризу для всех ребятишек этой больницы. Ну все, пойдемте. Папа, это даже, наверное. Может быть, там девушка будет? Да, наверное, за ней. Пойдемте. Мы пригласили группу танцоров. По нашей задумке, эти ребята будут об этом чуть позже. А пока продолжим нашу праздничную экскурсию по 20-й больнице. Заглянем в приемное педиатрическое отделение. Держи. Выздоравливайтесь. Что хотите, как принято? Здорово. Во-первых, здесь красиво. Детям это важно. Во-вторых, что важно для взрослых, здесь есть все необходимое оборудование. От рентгена до компьютерного томографа. Полная комплектация штата от молодых специалистов до опытных наставников. Всегда на подхвате врачи-консультанты любой специализации. Есть смотровые кабинеты, в которых оказывают экстренную помощь, если жизнь ребенка под угрозой. И это, напоминаю, всего лишь приемное отделение педиатрии. Понятно, почему многие родители выбирают лечение именно в этой больнице. Все же у нас присутствуют некоторые сложности с диагностикой именно на уровне поликлиники. То есть, ну, приведем простейший пример, рентгенографию сделать сложнее. Там определенного вида очереди. Если у мамы болеет ребенок с температурой 40, она не будет ждать 2-3 дня. Она, конечно, самостоятельно с полисом УМС обратится к нам. Ну, а мы перемещаемся дальше. Здравствуйте. К вам. Идем в другой корпус. Там тоже есть детский приемный покой, но уже экстренной хирургической помощи. А вот и наш герой. Миша оказался здесь вовремя. И не только потому, что сегодня раздают игрушки и снимают на большую видеокамеру. Когда заболел? На репетиции вроде. А что было на репетиции? Танцы. Миши пришлось на время оставить других артистов и отправиться в больницу. Боль в животе, тем более внезапное, дело не шуточное. Очень часто дети, бывает, скрывают боль. То есть не говорят, боятся операции, начинают обманывать. Поэтому нужно, конечно, находить каждому ребенку индивидуальный подход. И боль в животе очень тревожный признак. Первое, мама совершенно правильно сделала, что обратилась в хирургию, потому что патология наиболее тяжелая. И исключаем, мы всегда начинаем с хирургической патологии. Хирурги напоминают, при боли в животе ребенку не стоит давать обезболивающее. Если боль не проходит несколько часов, в любое время дня и ночи вызывайте скорую. Боль в животе – тревожный симптом. Лучше перестраховаться. Тем временем наш сюрприз почти готов. Танцоры уже вжились в новый образ. Эти молодые люди – школьники и студенты – по нашей просьбе переоделись в белые халаты, чтобы показать детям – врачей не нужно бояться. Они веселые. Смотрите, как танцуют. Смотрите, как танцуют. День защиты детей – один из самых добрых, трепетных и самых-самых важных праздников. Почему? Да просто дети – это будущее. Пусть они в этот день радуются, а мы, взрослые, задумаемся об ответственности. Важнее всего понять, что дети – это такие же люди, просто маленького роста. Не нужно их подавлять воспитанием. Главное – обеспечить безопасность и любить. Не только когда они здоровы и послушны, но и когда болеют и капризничают. День защиты детей Ребятишек поздравляли. Студия современного танца «Экспрессия» и магазин игрушек «Игруля-124». Благодарим вас за неравнодушие и помощь в создании этой программы. На сегодня у нас все. Увидимся с вами через неделю в 7 вечера в программе «Наше здоровье» на Енисеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова